Оперативное совещание В правительстве республики Башкортостан В минувший понедельник Было очень насыщенным И тревожным Начал, как сказал сам Ради Фаритович Оперативку он с плохого С места в карьер Заговорил о ужасной трагедии Которая случилась в Бакалинском районе Пьяный негодей По другому не скажу По крайней мере мне сообщили Сотрудники ГИБДД Что медицинское свидетельство прошло Подтвердилось алкогольное опьянение На автомобиле Ауди А5 Сбил 4 девчонок Все погибли Все выпускницы девочки погибли Значит Я вот точно говорю Что эту ситуацию я беру Вот всем говорю Под личный контроль Негодяй понесет наказание Вот я рыть землю буду Но наказание он не сбежит Если подтверждится Все что вот так как мне прислали А это ровно так Я перепривял Сейчас уже занимался этим Значит Я Там Мы Оксана Владимирович Когда мы там МВК хотели провести Вот вам повод для МВК Собирайте на следующей неделе МВК И будем говорить Надо усиливать эту борьбу Далее Хабиров Разошелся со всем Заявил Что он берет Под свой личный контроль Расследование этого дела Как будто он возглавляет Какое-то силовое ведомство Далее он Пообещал Что добьется Самого сурового наказания Для негодяя Слово негодяя Он повторил 11 раз Потребовал От судей Особого внимания Потребовал От следствия И так далее Ну в общем Давил на судебные И следственные органы Как мог Причем публичные Я думаю Что ну в принципе Если было бы желание У кого-нибудь То можно было бы Ради Фаритовича Возможно И привлечь Какой-то ответственности За то Что он Публично Через средства массовой информации На неопределенный круг лиц Выдает Значит Вот такую вот Картинку Когда он требует Топает ножкой И так далее На следователей И судей Для юриста Это особенно Выглядело странно Но Хабиров не остановился На вот этих вот Кровожадных заявлениях Он выяснил Тут же на месте Сколько было поймано Пьяных водителей За неделю А их было поймано 258 человек И тут Хабирова Осенила Еще одна Юридически На мой взгляд Сомнительная идея Он сказал Что если Среди пойманных Пьяных водителей Будут государственные Или Муниципальные чиновники То их нужно Стреском увольнять Как он выразился Чтобы сразу Улетели с работы Ну Я понимаю Что где-то далеко В норке Напрягся Ахмадинуров Все Почему-то сразу Про него подумали Но это Такой самый яркий Пример Того О чем говорил Ради Фаритович Но По сути своей Увольнение человека С работы За то Что он совершает Административное Правонарушение А Выпивание Алкоголя За рулем Это административное Правонарушение Это конечно Само по себе Очень сомнительно По какой статье Их будут увольнять На каких основаниях И так далее И так далее Неизвестно Хабиров Как известно Юрист Правда Там по международному Праву Которое сейчас Никого особенно Не интересует В России Но Так или иначе Юрист Диплом у него И вот эти Неоднократные Его экзерсисы По поводу Вообще Применения Права Его использования И прочее Наводят на мысль О том Что либо он Действительно Так себе юрист Совсем не юрист Либо он действительно Вот настолько Извращенно Понимает И саму суть Права Его применения И прочее То есть у него Честно говоря В моем представлении Право Это что-то Тождественное С правом сильного И правом слабого То есть право Это не всеобъемлющее Свойство И не присущее Каждому человеку Возможность Это вот Право Хабирова Делать все что угодно Вот такое у него право Ну честно говоря Это печалит Хотя слухи о том Что Ради Фаритович Так себе юрист Уже давненько Курсирует В широких кругах Общественности Вступление К оперативному совещанию Не было посвящено Только Негодяю На Ауди А5 Немножко отчитался Ради Фаритович И о достижениях Республики Как-то попытался Сглазить Своё эмоциональное Вступление Рассказал нам О 11-процентном Росте Ввода Жилья По итогам Первого полугодия Но мы чуть позже Об этом поговорим Будет отдельный доклад Правда Это меньше Чем в среднем По России В среднем По России 44% Плюсе И меньше Чем в среднем По ПФО То есть Так сказать Итоги Республики Мало того Что они притянуты За уши За счёт того Что в конце 21-го года Фактически Запретили Приёмку зданий Жилых Чтобы вот Что-то было На 22-й год Но ещё Мы и похуже Чем в ПФО И похуже Чем в России Упомянул Радий Фаридович И о дорогих гостях Которые Понаехали В нашу республику На минувшей неделе Речь идёт Об абхазской делегации Во главе С их Аж целым Президентом Абхазии Ну Абхазия Конечно ещё та страна Это весьма Сомнительная территория Далеко не все Признают Абхазию Самостоятельной территорией Ну Какая уж есть Да Радий Фаридовичу нравится Но меня Честно говоря Позабаивали Итоги Этого приезда Понятно Что тут все летали на вертолётах Обжирались Значит Чак-чаком И прочими Бешбармаками Это понятно Три миллиона ухлопали Кстати говоря Только на питание Дорогих гостей Но Вот что на выходе На выходе Какие-то туманные перспективы Хабиров заявил о том Что Они договорились Дружить И составлять Какие-то там Дорожные карты То есть Дорожные карты Они даже не составили Перспективы Нашего взаимодействия По крайней мере В представлении Хабирова Это летний отдых Для детей И серый импорт Который Предприимчивые Абхазы Нам обещают Налазить Но давайте смотреть На вещи Здраво Значит По поводу отдыха На данный момент Отдых в Абхазии При прочих Равных условиях Сильно дороже Чем отдых в Турции Даже несмотря на то Что Подорожали очень билеты И вообще там С долларом непонятно Что творится Абхазия Дороже Турции Я уж не говорю Про уровень сервиса И вообще Ну как бы Насыщенность Какими-то Достопримечательностями А самое главное Качество моря То есть В Абхазии Оно Прямо скажем Не то Теперь про Серый импорт Даже если Вот этой подозрительной Никому не признанной Никем Кроме нас Территорией Под названием Абхазия Удастся наладить Какой-то импорт Там Через их территорию В обход Санкций Евросоюза Ну простите У них нету Транспортной инфраструктуры Все деньги Которые Бесконечно Абхазия Выпрашивает И выклянчивает У Российской Федерации Практически Все эти деньги Тут же уходят По карманам Вот этим вот Асланам Которые Приехали Вот нам Недавно Тут сытно Отобедать Уровень Коррупции В Абхазии Конечно Один из самых Высоких В мире И ничего там Не делается Все деньги Пропадают Никакой Транспортной Инфраструктуры Порт Который Там Единственный Есть В Абхазии Не может Принимать Даже Трехтысячные Корабли Там Есть определенная Градация Для контейнеровозов И так далее Не говоря уже О обычных Для нормального Порта Пятитысячников То есть Все это На самом деле Бред То ли Ребята Действительно Залетали сюда Поужинать То ли Что-нибудь Попросить Ну Может просто Веселяться И катаются За чужой счет Отдыхают И прочее И прочее Ну В общем Конечно Меня Разочаровали Вот эти Итоги Приезда Абхазской Делегации Ну а Завершил Оперативку Хабиров И вообще Как-то Нелепо Он Ни с того Ни всего Вдруг Восхитился Состоянием Дворов В Уфе И заявил Что у Жителей Города Никаких Жалоб На состояние Дворовых Территорий Нет Точка Вот Я уже Говорил о том Что Власти Башкирии В отсутствии Реальных достижений Перешли К достижениям Воображаемым То есть Они их Сформировали У себя В сознании И Начинают Продвигать В наше сознание Честно говоря Это уже Какой-то Вирус То есть Хабиров Заявил Что все Дворы В Уфе Идеально И у жителей Вообще Нет никаких Жалоб Морзаев Заявляет Что он Отремонтировал Все дворовые Проезды Во всех Дворах Республики Булышев Заявляет Что у нас Идеально Отремонтированы Все дороги То есть Вот это Какая-то У них Эпидемия Не знаю Может быть Действительно Что-то Попало В вентиляционную Систему Белого дома Может быть Что-то Надышались Может быть Кто-нибудь В подвале Что-нибудь Запрещенное Курил Я не знаю Но Эффект Странный У троих По сути Какое-то Помрачение Они заявляют Абсолютно Несуществующие Вещи Но заявляют На голубом глазу Абсолютно Уверены Все Точка У жителей Города Уфы Претензий К дворовым территориям Нет Сказал Ради Фаридович Елена Анатольевна Прочаковская Повосхищавшись Башкирской природой И так и не разобравшись Где находится Баймакский А где Бурзианский район Отбыла Отдыхать За рубеж И вместо нее На оперативке Выступал заместитель Тот самый Дмитрий Анатольевич Черенков Смешной Такой парень Который В прошлый раз Дико вращал глазами А нынче Старался смотреть В бумажку Выглядел он В этот раз Получше Действительно Потому что В прошлый раз Как-то совсем Было шизофренично И вот Дмитрий Анатольевич Нам поведал О том Что действительно Беспокоит Жители Республики Башкортостан Ну по крайней мере В его собственном Представлении Подтверждая Тезисы Своего начальства Дмитрий Анатольевич Сообщил нам Что дороги Больше уже не интересуют Жители Башкирии И на первое место По беспокойству Вышло то самое Благоустройство Урны Скамейки Трава высокая Вот что беспокоит Жители Башкирии Дороги В значительной степени Меньше Беспокоит Беспокоит И ЖКХ Но тут знаете Что беспокоит Напор плохой Воды Все остальное В порядке Цены на ЖКХ Всех устраивает Немножко надо Напор прибавить По поводу мусора Который стоит У Черенкова На шестом месте По важности Как проблема Вывоз мусора И твердобытовых отходов По мнению Черенкова Это вообще проблема Сезонная Вот оказывается Ведь нашли виноватых Знаете кто виноват В том что у нас Переполненные Свалки Не вывозятся Неделями контейнеры И все вот так вот Ужасно Знаете кто виноват Садоводы Вот Черенков Забавник Придумал Объяснение Вот ему надо Пожалуй что Орден Салавата Юлаева дать Потому что Ну как Стимулирующую Побрякушку Потому что Очень уж Находчивый парень Так вот Зловредные Садоводы Оказывается Вывозят Мусор Со своих Участков И складируют Их В контейнерах В городе Так Хорошо Дмитрий Анатольевич А давайте Вот Применим здесь Закон сохранения Массы И Материи В природе Если Садовод Выехал на дачу Произвел там Мусор То в городе Жен мусор Уже не производил Он же не может быть В двух местах Одновременно Дмитрий Анатольевич Мы же с вами Квантовую физику Изучали Да ведь Ну я по крайней мере Так вот Этот самый Дмитрий Анатольевич Черенков Утверждает Что зловредные Садоводы Они производят Во-первых Мусора в несколько раз Больше чем Обычные граждане Во-вторых Они его производят Видимо В двух местах Одновременно Ну Более лютого бреда Конечно Я не слышал Но собственно И ожидал Потому что Помня Диму Черенкова По работе В Белом доме Я хорошо помню Что единственное Что ему удавалось В полной мере Это Ловко И шустро Бегать за водкой Для начальства Все остальное Не очень удавалось ему Ну в общем то Видимо Как говорится Человек для чего Родился на то И пригодился И зря его используют Вот в этом месте Но Как говорится За неимением гербовой Пишем на простой Завершая Свой обзор Проблематики Республики Господин Черенков Заявил Что Дороги Одномоментно Сделать невозможно Назидательно Назидательно Отметил он Жителям Республики Дмитрий А кто вам Сказал Что мы хотели Одномоментно Мы например Три года ждем А начальство Ваше Вот это вот Неумелое И за три года Не смогло Сделать Ни дороги Ни разметку Ни ямочный ремонт Про одномоментно Никто ничего не говорил Но вообще Складывается ощущение Что вот этот вот Рейтинг проблем Которые оглашают То Прочаковская То и ее Нелепые замы Это подозрительное Совпадение Со списком Тех сфер Где в ближайшее Время Начинается распил То есть вот они Распилили Баблище На дорогах Да все Денежки кончились Они уже сейчас Просто должны Закрепить Свои тезисы О том что они Все сделали Переходим К благоустройству На благоустройстве Еще не все Попилили И вот благоустройство Становится Проблема номер один Сейчас они будут С ней бороться Попилят бабло Благоустройство Тоже куда-нибудь Свалится на четвертое место Выйдет на первое место Там какая-нибудь Медицина Или Не приведи Господи Социальное обслуживание В общем По-моему Вот этот вот рейтинг Прочаковский Становится неким Инструментом Маркером Того Где начинается Главное расхищение Бюджетных средств Доклад О состоянии ЖКХ Дорог И чрезвычайных ситуациях Начал Как обычно Алан Викторович Морзаев Который сообщил нам Что Количество аварий В ЖКХ Продолжают расти На минувшей неделе Уже было 10 Аварийных отключений Продолжительностью Более 8 часов И рост здесь стабильный Всего Произошло 36 аварий При этом Морзаев Настаивает На том Что Он полностью Отремонтировал Все дворовые Проезды И у него Осталось всего 103 ямки Во дворах Во всех дворах Республики Башкортостан Осталось 103 ямки Которые Ну все еще Не заделаны Но в ближайшее время Будут заделаны Ну я делаю Во первых Первый вывод Серьезный Это вывод Такой что Выбрана концепция Я начальник Ты дурак Ну то есть Он начальник А мы все дураки И все что Значит он скажет Все правильно Вот такая вот схема Очень такая Азиатская Кавказская Но только не цивилизованная В том смысле что Не подвергаем сомнению Вообще Ничто Что произносится Вот этими людьми Теперь Вывод несерьезный Если вы вышли на улицу Обернулись вокруг себя Во дворе И увидели 104 ямки Значит у вас что-то с глазами Потому что По официальным данным Алана Викторовича Морзаева У нас в республике Только 103 ямки Во дворах И других Больше ямок нет Еще раз Настоятельно Рекомендую Алана Викторовича Съездить на улицу Ковшовой В Сипаилово Походить по дворам Там даже особенно Крутить головой не надо И вот вы увидите Сколько ямок На междворовых проездах И во дворах Там их по 103 На каждый двор На самом деле Ну вот тем не менее Алана Викторович утверждает И все Здесь как говорится Точка Судокладчик По тому же докладу Булышев Александр Владимирович Почему-то был без наручников Несмотря на то Что его недавно Буквально на днях Навестили Правоохранители Изъяли у него там Какие-то документы Но тут как говорится Лиха беда начала Будем ожидать изменений Тем не менее Булышев доложил О аварийности на дорогах О чем говорили уже в начале Честно говоря Я уже не верю в его цифры вообще Потому не буду их воспроизводить В прошлый раз Мы по-моему Окончательно доказали Что Булышев Называет цифры аварийности Травматизма и смертности На дорогах Абсолютно произвольно То что касается Ямочного ремонта Господин Булышев Заявляет о продолжении Текущего ямочного ремонта И готовности дорог Республики Башкортостан Их отремонтированности На 97,5% То есть Этот персонаж Так же как и Марзаев Стоит на своем Заявляя что Все деньги Которые значит Уже растворились В пространстве В том числе И на счетах Компании Кизил Долустрой Которой мы говорили ранее Все эти деньги Страчены Страчены по назначению Ничего не знаем Ахатскра Дороги отремонтированы А вы как хотите Так и к этому относитесь Судя по всему Почувствовав Бессмысленность Того чтобы Кому-то что-то доказать А это действительно Невозможно Оба этих товарища Решили просто Настаивать на своем Кстати говоря Ради Фаритовича Им потакают В этом всем Потому что Ну здравый бы человек Задал бы вопрос Сказал Ребята что-то вы тут Несете не то вообще Нет Хабиров это все глотает Прожевывает И никак не отрицает Понимая что На самом деле Ответственность за Вот этих вот Болтунов Это его ответственность И во многом На нем тоже лежит Ответственность за то В каком состоянии На самом деле Находятся дороги Лежит ответственность за то Что в этом году Мы решили не делать Разметку вообще Я так понимаю От слова совсем Так что вот Как-то так Ну Булышев и Морзаев Этим активно пользуются Ну и завершил Этот триединый доклад Фарид Рехович Гумеров Рассказав нам О чрезвычайных ситуациях Которые Случались В Башкирии Отдельно наверное Стоит отметить Что за неделю Всего лишь за неделю Утонуло 10 человек Это очень много Ну Для такого отрезка времени Понимаю Что жара Лето Но Суть по всему Здесь есть Отсылка И к тому качеству Пляжей И их обеспеченности Спасателями Ну и люди у нас Конечно тоже беспечные 10 человек за неделю Это много Также ураган Повредил 11 домов И Повредил достаточно Большие Площади кровли Около 10 тысяч Квадратных метров Кровли снесло И Завершил Фарид Рехович Свой доклад Неизменно Гордясь Тем что он уже 12 конвоев Отправил в ДНР Вот это Вызвало у Хабирова Прямо Он аж встрепенулся Начал хвалить Дорожников Башкирии Которые Отлично Быстро И качественно Ремонтируют Дороги В ЛНР Вы не ослышались Дорожники Башкирии Оказывается Ремонтируют Дороги В Луганской Новородной Республике Вот данный момент Ну Сами понимаете За чей счет Они это делают За наш с вами счет Вот нам бы Таких дорожников Которые быстро И эффективно Ремонтируют дороги А не как Вот это вот Все У нас виртуальный ремонт Словами Булышева А вот в ЛНР Реальный ремонт Ну за наш счет Прямо как-то даже Завидно становится Далее Хабиров Комментируя этот доклад Почему-то Вспомнил Кашкадан И спросил Мавлиева Присутствовавшего На совещании Открыто ли Купание На озере Кашкадан Мавлиев Скал что нет Не открыто Что есть Какие-то Технические проблемы И что Пляж откроют К первому августа Что ж так долго Вскричал Хабиров Ну действительно Долго В августе У нас иногда И прохладно становится А там уже Как говорится И сентябрь Недалеко Некупальный сезон Ну Мавлиев Что-то там Скрывает Потому что Буквально вчера В одном из крупнейших Пабликов Инстаграма БашДТП Вышла Там Фотография И письмо Какой-то женщины Которая искупала Ребенка В Кашкадане Несмотря на то Что это нельзя делать И показала Какие-то Ужасные пятна На коже У ребенка После этого купания Я не знаю Напрямую ли связаны Эти события Но это вызывает Некую тревогу Возможно Вот это Скрывает Господин Мавлиев Ну и визуально Вода в Кашкадане Когда я там был Последний раз Честно говоря У меня не вызывало Желания в нее Окунуться Какая-то Зеленая жижа С плавающими Какими-то Значит там Водорослями Тиной И такой Всякой гадостью Ну вот В общем Хабиров требует Чтобы Кашкадан Стал местом Для плавания Но там Явно что-то Не в порядке Помимо Той самой Лиственницы Которую мы Так и не нашли В огромном количестве Там еще И с водой Какие-то проблемы Четвертым докладом Оперативного совещания Был доклад О развитии Европейского Научно-образовательного центра Мирового уровня У нас От мирового уровня Нужно добавлять все время А то Никто не поверит Но Насчет мирового уровня Мы поговорим Отдельно Докладчиком По этому вопросу Был некий Казыханов Руслан Радикович Советник Главы Республики Башкортостан По науке Ну сначала Конечно Запилили Видеоролик В котором Набор Кадров Показывал Как прекрасен Мир науки И техники В республике Башкортостан Как все это Развивается И продвигается Ну Честно говоря Люди посвященные Понимают Что развивается Все и продвигается Исключительно В роликах Которые снимает Господин Казыханов Но тем не менее Проект Научно-образовательного центра Мирового уровня Зародился В 2020 году В воспаленном сознании Господина Сидякина И Барданова Триггером Всего этого Было желание Пристроить Вот это здание На улице Валиди Вот эту синюю бочку Которая никому не была нужна И которую нужно было Продать государству За какие-нибудь Огромные деньги Не знаю Кстати говоря Продали его Сейчас или нет Но видимо Все происходит В процессе Это вообще Вот было главное Вокруг этого Стало нарастать мясо Выкупили сейчас Или не выкупили У друзей Эту синюю бочку Пока неизвестно Но я нисколько Не сомневаюсь Что выкупят Потому что она Неизменно Эта бочка Присутствует Во всех эскизах Значит Кампуса Но Собственно Все что рассказал Нам Казаханов Это были Новости будущего У нас будет Появлений безусловно Нет Дело в том Что инженерная школа Планомерно умирала В России Мы разучились Искать Настоящие инженерные решения Мы перестали Впитывать мировой опыт А мировой опыт Ушел далеко вперед Уже китайская инженерная школа По сути превосходит российскую Так что тут Господин Казаханов Так себе фантазирует Потом он заявил О создании Некого университета Науки и технологий Ну то есть Он полагает Что если сложить УГАТУ и БГУ То получится Прекрасный университет Науки и технологий Не факт Далее Руслан Радикович Просто взял И свалил в кучу Все результаты Всех шести вузов До которых он смог дотянуться И объявил их результатами Научно-образовательного центра Ну это такой яркий Харизматичный Я бы сказал Азбучный пример Чиновничьей демагогии И подтасовки фактов То есть на самом деле Все что перечислил Господин Казаханов Это были довольно скромные Немногочисленные достижения Шести вузов В республике Башкортостан Которые Господин Казаханов Ну так Элегантно присвоил себе Шесть новых лабораторий Было создано в шести вузах Вот за Полтора года Ну собственно По одной лаборатории На каждый вуз Не так уж и много Меньше смысла не было видимо При этом Только одна из шести лабораторий Отвечает мировым стандартам качества Было разработано Сто новых технологий Не уточняя каких Был разработан Один поршневой двигатель Ну поршневой да Ну один например генетический тест Был разработан И внедрена тест система Это очевидно медицинский институт 1593 научные публикации На многотысячные Научные коллективы Всех шести вузов Это тоже весьма скромный результат Но отмечу еще Что на эти публикации Господин Казаханов Каким-то образом потратил 53 миллиона рублей На публикацию в научных журналах Стимулировал Разработал Опять же Как он говорит Научно-образовательный центр На самом деле Все шесть вузов Разработали 46 общеобразовательных программ Ну это то что раньше Называлось методичками Ну и 489 патентов Было зарегистрировано Опять же силами шести вузов Прямо скажем Это очень скромные результаты Для шести больших Высших учебных заведений С большими коллективами Научных кадров Там много докторов Профессоров Кандидатов в науку И вот все вот это вот такое вот Но повторюсь Господин Казаханов Лукаво все это объединил В кучку Подгреб И выдал за свои достижения Ну окей Ну и самое сладенькое Напоследок оставил Господин Казаханов Это кампус Проект кампуса На данный момент Господином Казахановым Оценивается В 20,7 миллиарда рублей На 5 гектарах земли Раскинется 152 тысячи квадратных метров Недвижимости В которых будет расположено 3,5 тысячи мест в общежитиях По мнению господина Казаханова Российская федерация Из бюджета должна профинансировать Все это великолепие На 12 с лишним миллиардов рублей Республика Башкортостан На 4 Остальное добавят Некие консессионеры Вот кто вот эти счастливые Консессионеры Которые получат Земли Привилегии И право пользоваться Потом Всей этой недвижимостью Вот пока остается загадкой Кто вступит в эту концессию Кто будет большим Вкладчиком И правообладателем Очень интересный вопрос И кто стоит за Теми компаниями Которые будут Консессионерами В этой всей затее Но пока не знаем Господин Казаханов Рассказал нам и о сроках Повторюсь К 1 августа 22 года Он должен подать заявку На финансирование В федеральную Казначейство Видимо или Минфин Или это будет Министерство образования Пока непонятно Потом До 1 декабря 22 года Уже должна быть Передана земля Консессионеру До 1 марта 23 года Будет длиться Проектная разработка И госэкспертиза Проекта Будет Уже в мае 23 года Видите как все Уходит куда-то За горизонт Как Саша Сидиакин И Примкнувший К нему В тот момент Барданов Которые были Главные Толкачи Вот этого проекта Как далеко Они планируют Свою жизнь И Собственно Обогащение За счет Вот этих всех вещей На мой взгляд Довольно-таки Широкий у них Горизонт Планирования То есть Май месяц 23 года Только еще Госэкспертиза Проекта Хабиров Выслушал Доклад Казаханова Прямо Аж Светясь И подпрыгивая На месте Заявил Сразу Сходу С места Ради Фаридович Нам Что Развитие Науки Это верное Решение Но надо же Черт побери А мы-то Сомневались Все думали Верно ли Это дело Вот эта Наука Нужна ли Она нам Может быть Черт бы с ней Нет Спасибо Ради Фаридович Вы нас Успокоили А дальше Хабиров И вовсе Сделал Такое Ну Программное Заявление На самом деле И Я бы сказал Концептуально Описал То Что происходит Вообще В республике И в том числе И в науке Дословно Это прозвучало Так Мы наоборот Движемся Вперед Ну Во-первых Стихами Во-вторых Абсолютно Понятно Что происходит В республике Мы наоборот Движемся Вперед То есть Мы движемся Назад Или задом Наперед Движемся Вперед Это очень круто В общем Спасибо Ради Фаридович В том смысле Что вы нам Образно Ярко И абсолютно Исчерпывающе Объяснили То что происходит Продолжая Восхищаться Обстановкой В науке И технологии По республике Башкортостан Хабиров Высказался В адрес Самого Казаханова Назвал его Настоящим Башкиром С папочкой Это человек Который В воспаленном Сознании Хабирова Добывает Деньги Из федералов Сидит в коридорах Московской власти И там Что-то получает Потом Хабиров Вспомнил И о главном Башкире С папочкой О Саше Сидякине Как-то С сожалением Так сказал Что что-то Став партийным Боссом А Саша Сидякин Теперь у нас Руководит Партией Единая Россия В Москве Куда-то пропал Сказал Хабиров Ну что же Суть по всему И Сидякин Он уже начинает сторониться Хабирова Понимая его токсичность И весьма печальную Перспективу развития Ну в общем Скучает Хабиров По Сидякину А мы как-то Не очень Правда же Завершили Оперативное Совещание Докладом О строительстве Жилья В Республике Башкортостан Вот так вот Ни много Ни мало На самую Важную Тему Доклад Делал Артем Васильевич Ковшов Заместитель Министра Строительства В самом Начале Своего доклада Артем Васильевич Дал очень Важные Интересные Цифры Я знал Всегда Что Ну как бы Вот эти Суммы Цифр По Воду Жилья Складываются Из двух Составляющих Это Многоквартирные Дома И индивидуальное Жилищное Строительство Но мы Никогда Не знали О пропорциях Чего больше Чего меньше Чего сколько И вот теперь Узнали Благодаря Артему Васильевичу Который Сообщил нам Что В 2020 Году В Республике Было введено 2 миллиона 450 тысяч Квадратных Метров Из них Миллион 443 То есть Существенно Больше Половины Это Частные Дома 21 Год Было введено Рекордное Количество Жилья 2 миллиона 906 тысяч Квадратных Метров И опять же Большинство Из них Это индивидуальное Жилищное Строительство 1 миллион 781 тысяч А вот В 22 Году Артем Васильевич Предрекает Падение Ввода Жилья И он По плану Сообщил нам Что В 22 Году Должно Быть Введено В строй 2 миллиона 343 тысячи Квадратных Метров Жилья То есть Практически На 550 тысяч Квадратных Метров Меньше Чем В прошлом Году И опять Вдвое Больше Будет В этой Цифре 1 миллион 562 тысячи Квадратных Метров Это Частные Дома То есть Соотношение Площадей Многоквартирных Домов И частных Домов Башкирии Один Годовом 700 тысяч Примерно К полутора Миллионам Примерно Очень странно А далее Артем Васильевич Предрекает Бешеный Рост Уже К 2030 Году Артем Васильевич Обещает Нам Ввод Жилья Аж 4 миллиона Квадратных Метров В год Но Правильно Кто-то Сказал Где 2030 Год И где Ковшов Это верно Ковшов Очевидно Не планирует Находиться Ни в республике Ни в своем Кресле До 2030 Года Ему глубоко Наплевать На эти Обязательства Мыслящие Здравые Экономисты Уже давно Нашли Объяснение Росту Ввода Жилья В 2021 И 2022 Годах Речь идет О том Что на самом Деле Это результаты 2020 Года Именно В 2020 Году Была Рекордно Низкая Ставка По ипотеке Были введены Многочисленные Государственные Программы По льготной Ипотеке И именно В 2020 Году Было Получено Рекордное Количество Разрешения На строительство И это Строительство Стартовало Логично Что к 2021 2022 Году Большинство Этих Домов Были Достроены Изданы И вот Они попали В эту Статистику Вообще Все Это Все Понимают И даже Ковшов В своем Докладе Упомянул Что В первом Полугодии 2022 Года По отношению К первому Полугодию 2021 Года Падение Ипотечного Кредитования В Башкирии Составило 30% Только 18 тысяч Человек Получили Ипотеку Вот в этот Период Это Очень мало 30% Это Гигантское Падение Соответственно И покупки Квартир Тоже Артем Васильевич Безусловно Обеспокоен Покупательной Способностью Жителей Башкирии И Беспокоится О том Смогут ли Они покупать Квартиры По тем Бешеным Ценам Которые Сложились На нашем Рынке Хабиров Это тоже Похоже Понимает Потому что Выслушав Ковшов Он сказал Что Цитирую Дословно Задача Стоит И ниже Мы Опуститься Не можем В этом Году Сдадим Предположим А что Потом Хабиров Ощущает Что Потом Будет провал На самом деле А не стабильный Подъем Который ему Обещает Ковшов Но Ковшову Не сложно Это обещать Потому что Еще раз Повторю Он Не собирается Задерживаться На своей должности Ему нужно Как говорится Делать ноги Далее Ковшов Попросил Не беспокоить Его Хабирова Попросил Не беспокоить Его В ближайшие Дни Потому что В Уфу Приезжает Руководитель Дома РФ Господин Тимофеев Константин Петрович И в среду Проведет Совещание С участием Уже Самого Хабирова Ну Ковшов Так это Совершенно Безапелляционно Заявил Хабирову Чтобы он Его не беспокоил Я вообще Восхищаюсь Артемом Васильевичем В плане Его Наглости И отмороженности Не так давно На одном из Совещаний Он просто Опустил Тажидинова Настолько Что тот Стал красным В общем Ну Так вот Спокойно Вольготно Общаясь С вице-премьерами Правительства Артем Васильевич Видимо Укрепляет Свой авторитет В широких Кругах Чиновничества Но Тажидинов Тогда Рассверепел Настолько Что заставил Его извиняться Но правда Извиняться Пришлось Не публично А вот Оскорбления Были нанесены Публично В общем Ковшов Еще тот Конечно Отморозок Ну ладно Для всех У кого Проблема С Вот этим Далевым Строительством Не решена А это Более Пяти тысяч Человек По республике Башкортостан Для всех Дом РФ Становится Единственной Пожалуй Палочкой Выручалочкой Потому что Стало понятно Что местные власти Не способны Решать Проблемы Обманутых Дольщиков Ничего достраивать Организовывать Не получается Садовое кольцо Лопнуло Все лопнуло Все разбежалось Все вот эти Задумки Хабирова И только Дом РФ Реально Что-то решает Потому на это Нужно надеяться Но Я уже говорил О том Что и Хабиров И многие наши Строительные боссы В Башкирии Вступили в конфликт С Домом РФ В том числе И по поводу Вот этого объекта Дуслык-строй Вот этого Злосчастного луча Посмотрим Как будут развиваться События И на примере И Дуслык-строй И вот этого луча Мы наверное Поймем Найден ли Общий язык С Домом РФ Или конфронтация Продолжается В общем Будем как говорится Наблюдать Редактор субтитров А.Семкин